Добрый день, дорогие друзья! Сейчас хотелось бы затронуть такой момент, как саморазвитие женщины. Дело в том, что каждый мужчина в своей жизни так или иначе сталкивался с непонятным, совершенно нелогичным нытьем женщины, когда она начинает сначала грузиться, ходит какая-то задумчивая, что-то думает, потом что-то возникает у нее эти. Это, грубо говоря, у нее начинается, я даже не знаю, как это назвать, но я это начинаю в голове накручивать свою дурость. То есть у нее эта дурость накручивается, что она якобы живет как-то неправильно. Фактически это все просто следствие того, что ей по телевизору и по интернету показывают глянцевые картинки, она хочет жить так, как там. Но вы и вообще окружение ее, теперешнее окружение, не позволяет жить так, как в глянцевых картинках. И в намеке ей дурочки, что, как правило, это всего лишь глянцевые картинки, но она хочет именно так жить. И у нее начинается зуд в одном месте, все мы знаем в каком, да. А зуд заканчивается всегда так и решается так, как ей, опять же, говорят с интернета или с телевизора. Нужно развиваться. И женщина начинает развиваться. Что такое саморазвитие женщины? Казалось бы, вроде, ну все нормально, саморазвитие, что она может там? Что-то изучить, что-то новое начинать, увлечение какое-то. Дело в том, что человек, который чем-то увлечен, хоть чем-то, кроме, ну разумеется, это не пьянка и не наркота, а просто какое-то увлечение, значит, он движется, значит, у него работает интеллект. И в принципе, что-то плохого. Но не надо понимать, господа, товарищи, что эта женщина и ее интеллект заточен на обслуживание ее инстинктов. Инстинкта размножения, прежде всего. И собственного удобства. Так вот, все ее обучение, все ее саморазвитие закончится ничем иным, как ей необходимо расширять горизонт. Горизонт расширяться должен, как, грубо говоря, поле, пастбище для оленей. Вот олени пасутся на поле, вот на том поле, где она вас подцепила, или вы с ней познакомились, это было одно поле, да? А теперь она хочет другое поле разведать. Кроме того, через вас она может другое поле, например, вы ее взяли из какого-то гоп-компании, к примеру, да? Вы тренили на свой уровень, потому что уровень статус женщины равен статус ее мужчины. Соответственно, теперь она на вашем уровне будет расширять поле оленизма. Ну, либо просто вы ей надоели, она просто хочет больше поля. Потому что чем больше оленей, тем больше у нее вариантов сменить рано или поздно, как говорится, приземлиться на запасной аэродром. Вот. В принципе, это и есть обучение. И самое, что в этой ситуации погано, и многие мужчины под натиском вот этого совершенно необоснованного нытья, постоянного какого-то пиливня, вот этого всей ерунды, начинают ее спонсировать для того, чтобы она самообразовывалась, самообразовывалась. Училась там на второе высшее или, ну, второе высшее, это значит, у нее будут там студенты, которые, она будет с ними обычно. Секции какие-то такие, покройки и шитью, которые, она где-то пропадает, потом у нее начинаются какие-то подружки, потом начинаются эти члены ее кружка, ну, вот это все понятно, да? То есть какие-то свои знакомства начинаются, которые позволяют ей расширять кружку. Ну, и дальше, дальше что? Дальше вы платите ей за ее вот это вот обучение, потом она ищет новое поле оленей, и потом ищут на этом поле более ресурсного и вас бросают. То есть вы фактически вкладываетесь деньги на то, чтобы она с вас соскочила. Уникальный прием, но женщины им пользуются в совершенно, как говорится, в совершенстве и постоянно прокручивают. Многие идут, кстати, дальше. Надо еще заметить такой момент, что существует не просто самообразование, развитие, да? Ну, понятно, любая женщина вам скажет, что саморазвитие заключается в твое саморазвитие, это все твои дела, которые должны по итогу приносить деньги. Если твои хобби деньги не приносят, то это не называется развитие. Вы можете писать научные труды, наблюдать звезды, что-то там пытаться совместить, и у вас должно даже будет получаться. Но если это ей не влияет на покупку ее новой шубы или айфона, то это все ерунда занять. Она вам скажет, что ты этой ерундой занимаешься, иди лучше работай. Так вот, многие мужчины на этом фоне, опять же, вот этот задвига, и многие женщины подбивают своих мужчин на вложение в их собственное тело. Дело в том, что тело для женщины это переводчеведной момент, самый главный. И многие мужчины, вернее, под давлением своих женщин, они ей спонсируют, например, увеличение груди, увеличение жопы, губ. Это повсеместно. И тем самым что они делают? Они тем самым делают то, что фактически вкладывают в нее деньги, чтобы она с этими вот тюнингом, она может, на этот тюнинг клюет более денежные олени. Ну, дело в том, что я почему говорю, это важно, что это действительно олени. Они денежные, они клюют на этот тюнинг, потому что в их среде оленячий признак хорошей женщины именно такой, чтобы она была вот такая тюнингованная, вот эти губы утячие, вот эти буфера огромные, жопа там. Вот они вкладывают в нее деньги, она себя тюнингует, и от этого мужчины, от тебя уходит к денежному мешку олени. Потому что она прекрасно знает, что ей по телевизору показывают, что вот такие вот тюнингованные бабы с титьками, с губами, с жопами, у них все хорошо. Они там чпокуются с олигархами, и у них все в шоколаде. Вот и все. То есть вкладываться в женщину, это я не хочу сказать, ну блин, тут надо понимать, что вы вкладываетесь, что принесет вам. Если вы не можете представить себе, что принесет ее обучение, понятное дело, если она, например, обучается, грубо говоря, на какую-нибудь, ну не знаю, что-то делать, что может принести пользу тебе, либо твоей организации семейной, допустим. Ну я даже не знаю, например, шить какие-нибудь налогочки или одежду. Это есть смысл. И только при условии, что она этим будет заниматься. Ну, какое-нибудь второе высшее по психологии, кстати, психология, отдельный момент, нужно запомнить, что психология женщина учится для того, чтобы тебя половчее, искрутить тебе мозг и выкручивать тебе мозги половче. Они и так это инстинктивно умеют, а с психологическими приемщиками вообще хорошо получается. Вот и вся история. Поэтому нужно четко понимать, если ты вкладываешь деньги в ее саморазвитие, якобы умственное, ты должен понимать, что это тебе даст на выхлопе. Ну, а последнее дело вкладывать в нее деньги на вот эти вот ее личный тюнинг. Ну, если ты, конечно, без этого тюнинга не можешь, но это твое, уж сам думай, кто ты такой. Потому что, в конце концов, женщина прекрасна той, которая она есть, по крайней мере формой. Или ты взял какую-то страшную, хочешь тебя тюнинговать, даже не знаю. Вот просто, вот не знаю тогда смысл вот этого всего. Но в любом случае, вот эти все вкладывания денег в женщину по ее каким-то задвижкам заканчиваются только этим. Она соскочит с тебя, то есть ты практически спонсируешь ее соском. Теперь немножко возвращаясь ко всему, всему началу. Почему это происходит? Почему у нее начинает зудить? А зудить у нее начинает тогда, когда она разочаровалась в вас, разочаровалась в той ситуации, в которой она сейчас. Ей кажется, что она достойна лучшего. И поэтому она хочет изменить ситуацию, расширить поле оленизма, тюнинговать себя, чтобы соскочить. То есть, глубоко говоря, трахание вам мозги по поводу саморазвития, ее саморазвития. Опять же, и ваше саморазвитие в том числе. Это значит, что она проражировалась как недостойного спонсора в данном случае. Значит, уже какие-то даже чувства, которые у нее, химия возникает по ее желанию, даже она уже угасла. Фактически, она готовит плацдарм для перескока. Вот, в принципе, и вся история саморазвития. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. По возможности дизлайков ставить не надо. Всего доброго. Пока.